В составе межведомственной рабочей группы, мэр Сочи, представители городской администрации, прокурор города, полиция, судебные приставы. Вице-губернатор просит все службы доложить о ходе работы по противодействию незаконному строительству в Сочи. В Амеретинке на сегодня снесено два многоквартирных дома. Сносу подлежит еще ряд самоволок. К сожалению, маловато, надо усиливаться. Я знаю, что администрация в кратчайшие сроки приступит к самовольному строительству. За истекший период наблюдается снижение активности самовольного строительства, но это объективно. Выявлено с 28 апреля всего 12 объектов с признаками самовольной постройки. При этом наиболее крупные объекты с признаками многоквартирного дома выявлены в Альберском районе города Сочи. Судьба этих домов сейчас решается в судебных органах края. Схема такова. Застройщики получают разрешение на трехэтажное строение площадью, например, 400 квадратных метров, а в итоге превышают и этажность, и площадь застройки порой вообще на тысячу квадратов. Администрация города подает в районный суд на незаконные действия такого застройщика, а суд отказывает в удовлетворении искосноси. Тогда апелляция отправляется уже в Краснодарский краевой суд, где вопрос решается положительно. Эта конкретная ситуация подумала на улице Перелетной. Одним словом, время идет, а новостройки растут. Там была та же самая схема. Мы выяснили совершенно случайно. С Юриным вдвоем приехали ресурсов, там уже четвертый этаж строится. Но на тот момент там четыре этажа было, а дом уже был, у него было решение суда на пять этажей. И он мне принес его. Вице-губернатор просит силовой блок подключиться к данной теме и выявлять незаконное коммерческое возведение жилья на стадии строительства не только специалистам управления земельного контроля, но и сотрудникам полиции. Одновременно выходить на федеральный уровень, чтобы служба судебных приставов получала больше средств на снос самостроев. Хотя строят за свои, а сносим за государственные, такую позицию Андрей Алексеенко назвал неправильной. Росреестр просит тоже уведомлять администрацию курорта о регистрации таких объектов, которые признаны по суду законными. В ближайшие дни в Сочи пройдет расширенный совет безопасности, который проведет губернатор Кубани Вениамин Кондратьев с участием всех надзорных и контрольных органов Краснодарского края. Вопрос на повестке дня, борьба с незаконным строительством и проблемные вопросы обманутых дольщиков. Елена Авсецна, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.